Бойцовская порода – понятие довольно расплывчатое. В старину под него попадали военные, староживые и даже охотничьи собаки, которых использовали для травли зверя. Современные породы, которые можно отнести к этому типу, отличаются физической силой, умом и верностью хозяину. Поехали! Канарский дог. Небольшая собака с пестрым окрасом и отменным здоровьем. Канарские доги сильны, выносливы и практически никогда не болеют. Помимо этого, они очень внимательны и имеют развитый ум. Это верные и надежные псы, отлично подходящие как для охоты на крупного зверя, так и для охраны людей и имущества. Американский Стаффордширский Терьер. Сильный, смелый и дружелюбный пес с отличным характером. Такую собаку можно заводить в доме большой семьи. Амстаффы очень умны, поэтому контролируют свой характер. Они любят играть с детьми и в целом не склонны к проявлению агрессии без повода. Также эта порода отличается самодостаточностью и стремлением к лидерству, установлению своих порядков. Поэтому начинающим собачникам бывает непросто справиться с таким псом. Бандок. Эта порода является результатом скрещивания Стаффордширского Терьера с неаполитанским мастифом. Ее название означает «цепной пес», что полностью соответствует характеру этих собак. Это очень сильные и агрессивные псы с развитой мускулатурой. При правильной дрессировке бандоги становятся идеальными охранниками. Неаполитанский мастиф или просто мастино. Это еще один потомок бойцовских собак, выступавших в гладиаторских боях. Это отличный сторож и боец, широко распространенный в старину. Современные мастино сохранили силу и темперамент своих предков. При этом они умны и дружелюбны, сильно любят хозяина и ревнуют его к другим животным. Также могут ревновать к маленьким детям, которых из-за возраста воспринимают как конкурентов за любовь хозяина, а не как старших. Английский мастиф. Это самая большая собака среди всех бойцовских пород. Она немного напоминает крупного бульдога, а по размеру сравнится с Синбернаром. Добродушный на вид мастиф создает ложное впечатление спокойной и совершенно не конфликтной собаки, мало приспособленной к поединкам, охране и охоте. Но на деле это совсем не так. В старину с их помощью загоняли медведей, а также они участвовали в гладиаторских боях эпохи Древнего Рима. Подводя итоги, могу сказать, что решаясь завести бойцовского пса, важно учитывать, что независимо от конкретной породы, такие собаки имеют развитый ум и сложный характер. Такую собаку легко обидеть, если злоупотреблять наказаниями, не проявлять достаточно заботы и внимания. Поведение обиженной в целом неправильно воспитанной бойцовской собаки может стать опасным для окружающих, в том числе и для самого хозяина.